Добрый день, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на поле Академии Спартака. Футбольное поле 4 станет местом встречи между командами Академии футбольного клуба «Родина» и ЦСКА. Матч UFL-1, команд 2007 года рождения. Матч с участием старших представителей. Кто победит? И будет ли у нас победитель, пока начинается игра и начинает хозяева, что претендует на лидирующие позиции? Опасная ошибка Горбачева. Начинается у нас матч вот с такой атаки в исполнении армейцев. Марко в данном случае, девятый номер, наносил удар в ближний угол. Спас команду Росвякова. Ошибка Горбачева. UFL, что касается Академии Родины. Так вот, 4-0 обыграли. Мастер Сатурн вновь атакует ЦСКА. Павел Филюшин пробивал. Между ребятами год-два разница, но обратите внимание, насколько на этот период времени их становление все равно заметно. Заметно преимущество тех или иных футболистов в габаритах. Атакует Родина и забивает 1-0. Магомед Амаров бьет неотразимо. Видим, что большую роль в этой голевой атаке сыграл, конечно, Сергей Павлов. Получил он передачу от Аверьянова и прострелил вдоль ворот. Здесь на дальней штанге. Для того, чтобы эту игру увидели зрители вживую. Не только за счет ее прямой трансляции, но и тех, кто решил посетить своим вниманием лично данную игру. А здесь пенальти. Всегда интересно дуэль нападающего. И голкипер в этой ситуации. Ну а кто кого? Разбегается Амаров. И счет становится 2-0. Амаров выиграл без нарушения правил борьбы. И 3-4. Атакует. Атакует Родина. Аверьянов с мячом бьет в дальний угол. Аверьянов оценил ситуацию. Серикова в прострельная передача. И забитый гол происходит. Все-таки Габли избежал положения игры уже на четвертый раз. И забил. Обостряется интрига. Прекрасные действия Артема и Серикова. И здесь на опережение Габли оказался. Интрига живая. И за счет вот таких неудачных передач. Счет может в ближайшее время стать ничейным. Не в этой атаке. Потому что спасает Росляков. Габли с мячом. И ищет момент для того, чтобы продавить линию защиты. Найти момент для удара. Бондаренко. Далее Габли. И мяч почти побывал в воротах. Двоих. Амаров передача на Павлова. Видимо нет. Офсайда продолжается. Атака бьет Павлов. И забивает. 3-1. Отреагировал вот на эту передачу Амарова. Видим то, что как раз руку вверх поднимал пятый номер. Руслан Чигемов. Нападающие конечно же обязуются включиться в этом эпизоде. Но какой удар от Серикова. Перехитрил он Рослякова. И просто россыпь голов мы с вами наблюдаем. Является вратарским. Потерял немного ворота из вида Росляков. Видимо ослепленный солнцем. Нет Офсайда. Шарапов первый на мяче. Убегает. Под острым углом. Режет этот самый угол и бьет. Пытался в домик угодить Маракулину. Конечно не Игорь Акинфеев. Ярослав Маракулин в данном случае становится героем. Но как знать возможно Ярослава Маракулин ждет. В том числе и будущее. Игорь Акинфеев. Далее Чистяков. Страсти. Кипят. И разгораются. Видимо шести компенсированных минут нам будет мало. Для того чтобы шоу мозгового он случился. Желтую карточку в этом эпизоде получают Данила Росляков. И Георгий Габлия. Ну а красный прямоугольник перед собой видит Марка Вучкович. Фулл конечно до штрафной площади. Ну а сейчас уже звучит финальный свисток. 3-2 победу одержала Родина. Игру комментировал для вас Артем Гурьев. До будущей встречи в юношеской футбольной лиге. Любите футбол. Играйте в футбол.